Серия встреч Натальи Комаровой с жителями Югры продолжается. На этот раз многочасовая беседа состоялась в Советском. Через обратную связь губернатор контролирует исполнение своих поручений, следит за результатами реализации национальных и приоритетных региональных проектов. Кроме того, в формате прямого диалога и угорчений делятся предложениями по улучшению качества жизни. Татьяна Герт расскажет подробности. В фойе Центра культуры и досуга Советского яблоку негде упасть. На встречу с главой региона пришло несколько сотен человек. Одни, чтобы записаться на прием по личным вопросам, другие – решить проблемы районного масштаба. Почаще бы, хоть раз в год. Почему нет? Раз в год было бы очень хорошо. Потому что за год очень много накапливается вопросиков, которые по месту может быть невозможно решить. Приехала в один муниципалитет, в другой муниципалитет. Это, во-первых, понимание того, что она ценит, уважает жителей своих. Югры наши. И возможность лично сказать то, что их очень сильно тревожит. Все решается только через общение. То есть нужен прямой контакт, чтобы был вопрос-ответ. Губернатор работает до последнего вопроса. На прямой линии и отдаленные поселения их в Советском районе 7. При содействии главы региона жители надеются решить проблемы аварийного фонда, улучшить пассажирские перевозки, наладить электроснабжение в дачных массивах. Просит ускорить строительство новых коммунальных и социальных объектов. У меня школы, которые были, спасибо, построены при советской власти. Уже при новой власти у нас мы было, ну, кроме второй школы, построены не одной школы. Мы учимся в две смены. Во вторую смену в Югре учатся 20% школьников. Большая часть приходится на Нижневартовск, Сургут и Ханты-Мансийск. Строительство новой школы в городе Советском запланировано на 2030 год. Есть государственная программа в нашем регионе, в соответствии с которой мы должны с вами дариться того, что дети будут учиться в одну смену. Дай Бог, чтобы у нас их было как можно больше. И лучше я буду переживать за то, что во вторую смену учатся, чем за то, что у нас мало детей. Здесь же у югорчан есть возможность сразу получить консультации от специалистов окружных департаментов здравоохранения, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, центра занятости населения, фонда поддержки участников СВО и их семей. Это выплаты, федеральные выплаты, которые еще ожидают поступления. По региональным выплатам вопросов нет. Здесь регион отрабатывает молниеносно. Мы помогаем заполнить обращения, подаем справки, и это практически моментально все решается. Серия встреч губернатора с жителями началась в октябре. Для получения обратной связи, сбора мнений и предложений, а также обсуждения результатов реализации национальных и приоритетных региональных проектов до конца ноября Наталья Комарова посетит все 22 муниципальных образований Югры. Татьяна Герт, Максим Куксаус, Вести, Югория, Советский район.